Издательство АСТ представляет Дэн Симмонс, Бритва Дарвина Глава 13. Н. Ночь В квартиру Дарвина набилось так много полицейских, что в ней стало тесно, как в магазине венков перед днём поминовения. Группа экспертов по баллистике вычисляла угол, под которым две пули пробили высокое окно с северной стороны здания и попали в зеркало. Все остальные окна наспех закрыли плотными шторами и кусками холста. По комнатам расхаживало с полдюжины полицейских в форме и примерно столько же одетых в гражданской. Были представители и от ФБР, специальный агент Джон Уоррен и его помощница, миниатюрная впечатлительная девушка. Полицейское управление Сан-Диего представлял капитан Фернандес со своей обычной командой из шести-восьми полицейских. От дорожной патрульной службы был капитан Том Саттон. Сидни Олсен и Том Сантана тоже были здесь. Они сидели на кожаном диване и смотрели на ружье, лежавшее на кофейном столике. «Никогда раньше не видел такого», — сказал один из офицеров дорожного патруля, отхлебывая кофе из белой кружки дара. «Похоже на ту, какой, кажется, пользуются наши спецназовцы», — сказала Сидни. «Можно проследить страну-изготовитель?» — спросил капитан Фернандес. «Я узнал ее», — сказал Том Сантана. «Эта модель впервые появилась на оружейной выставке в Сиэтле несколько лет назад. Это Тикка 595 Спортер с оптическим прицелом Вывер Т-32». «На каком расстоянии находится крыша, с которой стреляли?» — спросил капитан Саттон. «Почти 700 ярдов к северу отсюда», — ответила Сидни. «Я заметила вспышку первого выстрела и бросилась туда, прежде чем выстрелили во второй раз». Она кивнула на двух полицейских в форме, которые пили газировку на кухне. «Я находилась на холме возле дома, поэтому связалась по радио с патрульными в машине, чтобы они проверили, как тут доктор Миннер, пока я буду преследовать стрелявшего». «Но вы не знали о пожарной лестнице», — заметил спецагент Ворон. «Нет», — сказала Сид. «Я поднялась наверх по главной лестнице и со всех ног бросилась на крышу. Я увидела подозреваемого на пожарной лестнице, на уровне второго этажа. Он продолжал спускаться. Я дважды выстрелила, но промахнулась». «Надо полагать, первый выстрел был предупредительный», — сухо уточнил капитан Фернандес. «Когда Сидни стала стрелять, подозреваемый бросил тяжелую винтовку в мусорный бак под пожарной лестницей», — сказал Том Сантана. «Но потом он добрался до своей машины и уехал, прежде чем следователь Олсен успела спуститься вниз». «Ты не заметила его машину, Сид?» — поинтересовался капитан Фернандес. «Номеров я не видела. Машина американского производства небольшая, и она уехала задолго до того, как я спустилась по пожарной лестнице». «Вы промахнулись, стреляя в него сверху через три пролета лестницы», — заметил капитан Саттон из отдела дорожно-транспортных происшествий. «А он всадил две пули точно туда, куда целился, с расстояния в 700 ярдов, при том, что шел небольшой дождь. Невероятно!» «Ничего странного в этом нет», — сказала Сидни. «Стрелок был на крыше не один час. Он ждал, когда доктор Миннер включит свет. Он даже затащил наверх два мешка с песком, чтобы поудобнее обустроить позицию для стрельбы и подогнать приклад. «И никаких отпечатков пальцев», — сказал один из судебных экспертов. Сидни и другие только посмотрели на него. «А вы как думали?» — устало ответил капитан Фернандес. «Мы имеем дело с настоящими профессионалами». Один из баллистиков подошел к винтовке. «Отличный выстрел с расстояния в 680 ярдов. Мы просчитали, что первая пуля должна была попасть точно в сердце. Пулю уже достали. Она застряла в задней стенке шкафа. Он стрелял патронами Винчестер 748 ручной зарядки». «Мы это знаем», — сказала Сид. «Когда мы нашли винтовку, в магазине оставалось еще три патрона. А рассчитан он на пять. На месте стрельбы гильз не обнаружено». «Ручная перезарядка», — продолжал баллистик, нисколько не смутившись. Стрелянные гильзы от первых двух выстрелов он прятал в карман. И все равно успел выстрелить во второй раз меньше, чем через две секунды после первого выстрела. И вторая пуля попала бы доктору Минору точно в голову после того, как он упал, если бы он находился там, где предполагал снайпер. «И вы не могли бы прекратить говорить о докторе Миноре в третьем лице», — раздраженно сказал Дарвин. «Я, между прочим, еще не помер». Он сидел на своем имсовском стуле, закутавшись в зеленый купальный халат. Из-под халата выглядывали бинты и пластыри, налепленные медиками на многочисленные порезы от осколков стекла на груди и шее. «Помер бы, если бы снайпер целился в тебя самого, а не в твое отражение в зеркале», — заметила Сидни. «Значит, мне повезло», — пожал плечами Дар. «Это точно, черт возьми! Тебе просто повезло!» — разозлилась Сид. «Если бы в этот вечер не мросил дождь и с океана не принесло туманную дымку с таким оптическим прицелом, снайпер сумел бы отличить отражение в зеркале от живого человека из плоти и крови и знал бы, куда целиться». «Даже с расстояния в полмили этот парень сумел бы всадить пулю точно тебе в сердце!» «В зеркало», — уточнил Дар. «Парню не повезло. Он отхлебнул горячего чая и задержал взгляд на руке, в которой держал чашку. Рука мелко дрожала». «Забавно», — подумал Дар. «А вслух сказал, — «А почему это вы сидели в засаде возле моего дома, следователь Олсон?» «Просто потому, что я не собиралась оставлять тебя без защиты, даже если ты и отказался помочь нам поймать этих ублюдков». «Не особенно надежная защита. Вы не находите?» — заметил Дар. «Этот парень успел выстрелить дважды. Кстати, вы уверены, что это был именно парень?» «Он бежал как мужчина», — сказала Сид. «Одет был в ветровку и бейсбольную кепку. Рост средний для мужчины. Телосложение среднего, ближе к худощавому. Его лица я не видела, и было слишком темно, чтобы определить, расу или национальность». Капитан Фернандес принес кухне стул и поставил возле кофейного столика. Он сел, подпер подбородок кулаком и спросил. «Следователь Олсон, вы не скажете? У полицейских из прокуратуры штата принято преследовать убегающих снайперов в одиночку, не подождав, пока прибудет подкрепление». Сидни улыбнулась. «Нет, капитан, конечно же нет, но у меня было подкрепление. Том, мы собирались подежурить здесь несколько ночей, по очереди. Я не сомневаюсь, что начальство из Сакраменто напомнит нам о надлежащей процедуре для подобных случаев». «Хорошо», — сказал Фернандес. «Итак, на чем мы остановились?» «Джим Воррен из ФБР тоже сидел возле кофейного столика». «Ну что ж, у нас нет отпечатков пальцев снайпера». «Нет его описания». «Мы не знаем номеров его машины, зато у нас есть его винтовка». «Оптический прицел Вывер» — не такая уж редкая вещь, но вряд ли было продано много экземпляров самой ТИККО-595. Обычным способом на трех оставшихся в магазине патронах не было обнаружено никаких отпечатков. Но есть шанс, что эксперты из лаборатории ФБР смогут что-нибудь найти. Обычно у них получается. И мы проследим, откуда взялись патроны ручной набивки. «Винчестер 748 Мэтч Кинг» — это вам необычные патроны для дробовика. Разговаривали еще долго. Дарвин допил свой чай и почувствовал, что засыпает. Его здорово лихорадило от противостолбнячной сыворотки, которую ему вкололи. Беспокоило боль от многочисленных порезов, но спать хотелось все сильнее. Около двух ночи позвонили Лоуренс и Труди. Они подключились к полицейской сети и узнали, что случилось. Дарвину стоило немалых трудов уговорить их не приезжать. Здесь и так собралось слишком много народу. Последние полицейские в форме и ребята из отдела происшествий уехали только к рассвету. Возле дома Дарвина остались круглосуточно дежурить две полицейские машины без обозначений. Вокруг квартала ездила машина с бригадой дорожного патруля, а на крыше дома, с которого стрелял снайпер, теперь стоял на часах вооруженный полицейский. Дарвин разглядел его на крыше старого склада в двух кварталах к северу отсюда. Сам Дарвин не думал, что убийцы сегодня вернутся. Наконец, у Дара остались только Сидни Олсен и Том Сантана. Оба выглядели совершенно измотанными. «Дар», — позвала Сидни, положив ладонь Дарвину на колено. Дарр резко проснулся. Он внезапно, очень остро ощутил тепло ладони Сидни Олсен на своем колене, присутствие другого мужчины и то, что до прибытия толпы полицейских он успел накинуть только купальный халат. «Что? То, что случилось, ничего не меняет? Когда в тебя стреляют, обязательно все меняется», — сказал Дарр. «Если так будет продолжаться и дальше, я, наверное, обращусь в какую-нибудь религию». «Черт, тебя побери! Перестань играть словами!» «Ты не передумал? Ты по-прежнему не хочешь нам помогать? Это единственный способ обеспечить твою безопасность и уничтожить этих проклятых ублюдков». «Всех?» — спросил Дарвин. «Вы думаете, что сможете поймать их всех? Том, сколько народу было в той вьетнамской банде, которую вы раскрыли несколько лет назад? Всего. И главарей, и их подручных, и работников клиники, и адвокатов?» «Примерно сорок восемь человек», — сказал Том Сантана. «И сколько из них попало за решетку?» «Семеро. А скольких вы выслали?» «Пятерых. Но среди этих пятерых оба адвоката, единственный на всю банду настоящий врач и сам главарь». «И на сколько лет их выслали?» «На год? Два? Три?» «Ненадолго», — согласился Том. «Но адвокаты лишились права вести частную практику. Доктор переехал в Мехико, а главарь до сих пор освобожден на поруке. И они больше не занимаются преступными махинациями». «Да, теперь этим занимаются альянсы и организации. Игра осталась прежней, сменились только игроки». Сантана пожал плечами и пошел к двери. «Не забудь закрыть дверь на цепочку», — напомнила Сидни, и повернулась, чтобы идти за Томом Сантаной. Дарвин тронул ее за руку. «Сид, спасибо тебе». «За что?» — спросила она и заглянула ему в глаза. «За что?» Сидни ушла, не дожидаясь ответа. В квартире было необычайно темно даже после восхода солнца, из-за того, что высокие окна были занавешаны кусками холста. Дар взял это на заметку. Необходимо в самом ближайшем времени позаботиться о ставнях или жалюзи. Он прошел в спальню, сбросил купальный халат и забрался под одеяло. Дар думал, что заснет сразу же, но еще долго лежал без сна, глядя на лучик света, ползущий по потолку. Со временем Дар все-таки уснул. Сны ему не снились». Глава 14. О. Обстрел цыплятами. В среду весь день прошел впустую. Дар спал всего несколько часов. После сна в дневное время он чувствовал себя усталым и разбитым. Проснувшись, Дар отыскал среди объявлений на желтых страницах телефон фирмы, которая в краткие сроки устанавливает на окна жалюзи и ставни. Ожидая, пока они приедут, Дарвин бесцельно бродил по квартире. Он не боялся выходить из дома, по крайней мере, ему казалось, что не боялся. Но лишний раз выходить на улицу без особой надобности ему не хотелось. Около полудня приехал Лоуренс. Он жаждал лично убедиться, что Дарвин не прячет под одеждой страшные раны. Лоуренс привез горячий обед на двоих. Он сегодня был в городе, то есть работал в Сан-Диего, и, скорее всего, давал показания во Дворце правосудия. Лоуренс сказал, что задержится допоздна, и спросил, можно ли будет переночевать у Дарвина на диване. Дар сразу заподозрил, что Лоуренс хочет за ним присмотреть, но отказать все равно не смог. Когда Лоуренс уехал, а рабочие установили венецианские жалюзи и тоже ушли, Дарвин немного поработал над неоконченными случаями. Отправил по электронной почте свои шахматные ходы всем оппонентам, кроме Дмитрия, из Москвы, а потом пошел в спальню. Он вытащил из-под кровати Ремингтон 870 и коробку патронов, вставил пять толстых патронов в магазин и сел на кровать, положив дробовик на колени. На левой стороне ружья, повыше и немного впереди от предохранительной скобы над спусковым крючком, была выбита надпись «Ремингтон 870 Экспресс Магнум». Эта надпись означала, что дробовик выпущен позже 1955 года, когда Ремингтон 870 усовершенствовали, чтобы к нему подходили и современные трехдюймовые патроны Магнум 12-го калибра, и старые, длиной 2,75 дюйма. Дар снял блокировку стяг, соединяющих затвор с цевьем, передернул затвор. Синеватая сталь ствола и запах ружейного масла вызвали в памяти картины из далекого детства, как он вместе с отцом и дядей охотился на уток и фазанов на юге Иллинойса, прохладное осеннее утро, под ногами хрустят ломкие стебли кукурузы, позади легкой трусцой бегут послушные охотничьи собаки. Дарвин спрятал ружье обратно под кровать и закрыв глаза. Его преследовали яркие видения, но не то, что он видел недавно, неразлетающиеся осколки зеркала. Перед глазами у него стояла другая картина. Туфли и ботинки, разбросанные по траве. Самые разные туфли и ботинки. И лаковые мужские туфли, и детские кроссовки, и женские босоножки. После каждой авиакатастрофы первое, на что обращают внимание следователи, огромное количество самой разной обуви, разбросанной вокруг места катастрофы. Это замечают даже раньше, чем запах авиационного горючего, куски покореженного и обожженного металла, куски человеческих тел. Для Дарвина это всегда было показателем чудовищной кинетической энергии, которая выделяется при падении самолета. Она так велика, что обувь, даже надежно застегнутая, почти никогда не остается на телах погибших. Почему-то это казалось Дарвину очень унизительным. Дар вспомнил о туфлях в случае с гибелью Ричарда Кодайка или Ричарда Траиса. Молодого человека буквально выбросило из правой туфли, но туфля оказалась на неправильном месте. Дженни Смайли сдала фургон назад слишком далеко, когда второй раз переехала Ричарда. Парень не слишком крепко стоял на ногах. Дар живо представил, как Даллас Стрейс говорит эту фразу какому-нибудь приятелю из загородного клуба. Когда совсем стемнело, Дарвин подошел к книжному шкафу и взял с полки потрепанный том стоиков. Он начал с эпиктета, но потом перелистал вперед до Марка Аврелия «Размышления. Книга двенадцатая». За последние десять лет Дарвин так часто читал и перечитывал эту книгу, что некоторые страницы запомнил наизусть, и они звучали в его памяти как заклинание. Три вещи, из которых ты состоишь. Тело, дыхание, ум. Из них только третье, собственно, твое. Остальные твои лишь в той мере, в какой надо тебе о них заботиться. Если отделишь это от себя, то есть от своего разумения, все прочее, что они говорят или делают, или все, что ты сам сделал или сказал, и все, что смущает тебя, как грядущее, и все, что является без твоего выбора от облекающего тебя тело или прирожденного ему дыхания, и все, что извне приносит вокруг тебя крутящийся водоворот, так, чтобы изъятая из-под власти судьбы умственная сила жила чисто и отрешенно сама собой, творя справедливость, желая того, что выпадает, и высказывая правду. Если отделишь, говорю я, от ведущего то, что увязалось за ним по пристрастию, а в отношении времени то, что будет и что уже было, и сделаешь себя похожим на эмпидоклов сферокругленной, покоем своим и в движении гордый, и будешь упражняться единственно в том, чтобы жить, чем живешь, иначе говоря, настоящим, тогда хоть оставшиеся-то тебе до смерти, можно прожить невозмутимо и смело в мире со своим гением. Дар закрыл книгу. Эти строки, и множество других строк, похожих на эти, помогли ему найти покой после того, как Барбара и маленький Дэвид погибли в авиакатастрофе в Колорадо, после того, как он сам чуть не сошел с ума и совершил попытку самоубийства. Дарвин отчетливо помнил короткий сухой щелчок, когда боек отцовского ружья ударил по капсулю патрона, и он не выстрелил. Не выстрелил. Это был единственный случай, когда отцовское ружье дало осечку. Дар потом много раз просыпался среди ночи, слышу сухой щелчок этой осечки и находил успокоение в благоразумии стоиков. Субтитры создавал DimaTorzok